Здравствуйте, это магазин Горной Вершины, меня зовут Евгений, и сегодня мы покажем, расскажем, как правильно носить жидкий парафин. Также хотелось бы отметить преимущества и недостатки нанесения жидкого парафина. Преимущество данного способа является простота нанесения парафина, поскольку нам не потребуется утюг и сопутствующие инструменты. Ну а недостатком жидкого парафина является относительно высокий ресурс. Другими словами, жидкий парафин сходит намного быстрее, нежели твердый парафин, нанесенный горячим способом. Итак, что же нам понадобится? Смывка, жидкий парафин в зависимости от погодных условий, две щетки, мягкий нейлон и бронзовая, и кусочек фибертекса. Перед началом нанесения парафина нам необходимо почистить лыжу, убрать старый парафин, грязь и ворс. Для этого мы используем смывку, щетку и фибертекс. Наносим немного смывки на фибертекс, делаем 5-7 проходов от носка к пятке. Далее берем бронзовую щетку, делаем 3-4 прохода от носка к пятке без особого нажима. Далее наносим на фибертекс немножко смывки, делаем 5-6 проходов от носка к пятке. Потом мы берем салфетку, убираем всю грязь. Все наши движения относительно подготовки лыжи делаем только от носка к пятке. Ждем полного высыхания 5-10 минут. После высыхания приступаем к нанесению парафина. Сегодня мы будем наносить Свикс Про HS7 с рабочей температурой минус 2-8, подходящей под наши погодные условия. Также важно уточнить, что данные парафины необходимо наносить при температуре окружающей среды выше 10 градусов. Далее наносим на лыжу и ждем 15 минут. Когда парафин высох, берем мягкую нелоновую щетку, делаем 10-15 проходов, так же от носка к пятке. Как вы видите, данный способ подготовки достаточно простой, но если у вас остались вопросы, задавайте к нам в комментарии. Ну и конечно же не забывайте подписываться, ставить лайки. Это был магазин Горной вершины, меня зовут Евгений, до новых встреч! Продолжение следует...